Всем привет! Меня зовут Лиза и добро пожаловать на канал Читалка! И я приветствую вас на новой рубрике своего канала Читательская неделя, или как вы привыкли называть Читаем вместе. Правила моего челленджа просты. На неделю нам нужно выбрать не менее трех книг, две книги, которые должны быть не меньше объемом, 350 страниц, и этот пункт я дополнила уже после того, как записала этот марафон, точнее начала записывать. И я на протяжении всей недели должна записывать свои отзывы и свои эмоции по прочтению этой книги, а также читать везде, где только можно. Но я добавила себе пару бонусов. Это аудиокнига, и вы не представляете, насколько это удобная вещь. Давайте познакомимся с книгами, которые я возьму с собой сегодня на марафон. Первая книга это Кристина Генри и Потерянный мальчишка. Эта книга безумно яркая, сочная и очень красивая. Я очень надеюсь, что она будет такая внутри. Тем более, мне очень заинтриговало описание. Да и вообще давно хотела прочитать подобную литературу. И я хочу познакомиться с полным циклом Кристины Генри. И вот, скажем так, я сделала первые шажочки к знакомству с данным циклом. Вторая книга, которую я читаю прямо сейчас, это Поступ Хауса. И когда я взяла ее в руки, я такая... Ну, в принципе, я думаю, она будет мне сложнее, чем Кристина Генри. Когда я взяла сегодня утром ее в руки и начала читать, я подумала, что челлендж, возможно, будет закончен или провален, потому что читается очень сложно. И еще грамматические ошибки прям вот добиваю. Посмотрим, что из этого получится по итогу челленджа. И последняя книга, книга, которая сегодня у меня прям падает везде, хотя она лежит на поверхности, где упасть невозможно. Шири Джексон и Призрак дома на холме. Эту книгу я взяла по одной простопричине. Просто я хочу познакомиться с первоисточником, прежде чем смотреть сериал от Netflix. Надеюсь, я не разочаруюсь в этой книге. Первая книга, с чего начался мой, собственно, читательский день, марафон, это «Потерянный мальчишка» и Кристина Генри. Но не могу сказать, что она мне нравится. Я прочитала о том, что Питер привозит на остров маленьких детей примерно от 9 лет. Все дети вырастают, кроме одного, и это замечают все, кроме Питера Пэна. Питер Пэн здесь в роли главного и слова героя, но в один из прекрасных дней, когда они приземлились на другую сторону, как они называются, пошли за ребенком, они нашли Чарли, собственно, и этому маленькому мальчику, которым только 5 лет исполнилось, посвященную целой первой главе. Сейчас они отправляются на налет, что подразумевает, что это стычки с пиратами. Если дети начинают вырастать, соответственно, они отправляются к пиратам. И мне абсолютно пока не нравится. Мне нравится задумка, мне нравится, что происходит, но меня прямо это не затягивает. Итак, буквально сегодня ночью я закончила читать эту книгу, и потерянный мальчишка и Кристина Генри могут считаться закрытыми. И мои наблюдения по поводу данной книги. Во-первых, книга безумно жестокая. Также мне показалось, что персонажи не до конца раскрыты и вообще какие-то слабохарактерные. Также мне не понравилась безумная концовка. Она просто с комками. На протяжении всей книги нам по одной карте выдавали какие-то сведения. Просто по чуть-чуть, по такой щепоточке. В конце нам сделали так. На. Чё хочешь, то я делаю с этой информацией, собственно. Книга мне начинала нравиться. И я такая, блин, ну что же могла придумать Кристина Генри, потому что страниц оставалось, если не ошибаюсь, 20. И там только начали, по сути, разворачиваться все события. И просто концовка такая. Ну, короче, на. Я ничего не придумала. На. Мне это разочаровало. У меня складывалось такое впечатление о том, что Кристина Генри просто не хотела писать продолжение нормально. Или просто не хотела растягивать сюжет. Я не могу поставить этой книге 10 из 10 и 2 из 10, потому что, в принципе, она мне понравилась. Я бы поставила даже где-то 5 или 6 из 10. Такая прям вот тверденькая, среднечок. Потому что можно было и лучше написать. И давайте расскажу, что же было в конце. В итоге Питер убивает почти всех людей на острове и, соответственно, хочет наказать Джейми. Он убивает Чарли, Селли и других ребят, оставшихся, естественно, в живых. Соответственно, они сходятся на битве с Питером. И Питер не придумывает ничего лучшего, чем улезнуть и проявлять просто Джейми. И он стал капитаном Крюком. Потом Питер, естественно, на остров приводит новых людей, новых ребят и дает им пыльцу. И теперь они все дразнят капитана Крюка. Классненько. Итак, я начала читать сегодня утром Патрика Несса. И я дочитала еще до такого момента... Ладно, дослушала. До такого момента, когда, по сути, его приемные родители выгоняют его из дома. Все ему собирают вещи и говорят, типа, вот, там будет, короче, трендерство, день рождения. Я не могу ничего тебе рассказать. Ну, ты сам, короче, поймешь. На вещи у Лёв Пётовой в этом же дне он ходил в лес и должен был принести яблоки с болота. Он услышал тишину. И это, естественно, его напугало. Он никому не рассказывал, но он прошелся по улицам города. И все услышали об этом. Соответственно, к ним домой вламываются, то есть на ферму вламывается, типа, мэр города и чувак, типа, полицейский. И хотят убить Тодда, насколько я понимаю. Вот, соответственно, он уходит на болот и встречает девушку по имени Вёла. Пока она еще делает вид, что она и глуха немая, или немая, либо она такая и является. В общем, я дочитала книгу по Степхаусу, сейчас я готова вам рассказать обо всем этом сюжете, обо всех своих впечатлениях. Погрузилась в эту книгу с головой и, опять-таки, особо ничего не снимала. Возвращаемся к самому началу. Итак, у нас есть планета Новый Свет, к которому стремятся люди попасть туда и начать жить. И все действия у нас начинаются в городе под названием Прентестаун. И, собственно, Тодд хлюет со своим любимым пусом Манча. В первое время он ругает собаку, соответственно, и ждет своего дня рождения, чтобы стать настоящим мужчиной. В этом городе нет ни одной девушки, потому что болезнь всех истребила. На самом деле, это была не болезнь, но если будете читать, то вы опять-таки поймете, почему и что это было. И мужчины, и животные слышат голоса друг друга. Бен с Келеном пытаются защитить Тодда и говорят, типа, братан, тебе надо убежать. Когда он собирается убежать, он в лесу встречает девушку по имени Виолы и убежит вместе с ней. Они должны забежать до города Харбранч. На их пути встречаются огромные проблемы. Когда тот следует по этой карте, он предполагает, что, оказывается, в этом мире существует еще город. Просто об этом никто не сказал. На пути он встречает очень многих добрых людей, которые ему помогают. Сперва за ними шла армия из пяти или шести человек. Потом, по мере продвижения к Фарбранчу, стали доходить слухи о том, что реально огромная армия гонится за многими подростками. И давайте поделюсь вообще своими впечатлениями. Мне эта книга достаточно понравилась. Мне очень нравится, во-первых, как она выглядит. Во-вторых, это оформление сохраняется и внутри, и это очень интересно. Я поставила этой книге где-то девять из десяти. Мне, потому что смущали очень много ошибок. Но я понимаю, почему они появлялись по одной простой причине. Как может писать мальчик, который не был никакой учебы, грамотный. Но, с другой стороны, как он вообще умеет писать. Буду продолжать дочитывать вторую часть, скорее всего. В общем, сейчас я нахожусь на улице. И из-за того, что просто удалились некоторые файлы, пришлось несколько дней записать отдельно свои мнения и отзывы. И, в общем, сейчас я начинаю читать Ширли Джексон и Призрак дома на холме. Итак, я прочитала эту книгу, и я готова с вами поделиться своими впечатлениями и рассказать, что же я всё-таки думаю по поводу этой книги. Первая книга абсолютно никак не получилась меня заинтересовать. И ещё я добавляю к тому, что я сказала в самом начале, что атмосферы в книге абсолютно нет. Персонажи тоже остались, собственно, нераскрытыми, и путаницы с как кого там зовут, и кто есть кто, так и не прошла. Единственный персонаж, который имел какую-то личность, а не просто белый листок бумаги, это эта жена доктора, миссис Монтегю. И хоть она является в книге отрицательным, источным персонажем, вызывающим, но это единственный персонаж, который имеет хоть какую-то эмоциональную подоплёку, хоть какую-то идею и хоть какую-то личность. И прям за этим персонажем интересно наблюдать. Вся мистика заключалась в том, что холод, кто-то стучит в двери и кровь. И это было два раза всего. Пару раз холод был, и один раз была кровь. Комната в крае была. Всё, это вся мистика, вы серьёзно? Также главная героиня в конце этой книги прям настолько тут поступила, я не понимаю. Во-первых, главные герои начали выпроваживать, выгонять девушку из дома. Доктор Монтегю начал говорить, что вот, я села ошибку, что пригласил Нел сюда. И Нел такая, да, 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 конечно, я поеду домой, и поэтому врезается в ближайшее дерево. Кстати, то, что нашли главные герои Нел, узнали, что она разбилась, этого не сказано. Просто на этом заканчивается книга. Единственный плюс у этой книги, во-первых, это моё любимое издание, во-вторых, она читается безумно легко. Прочитать её можно буквально с задней. А ещё я готова поставить оценку этой книги. Два из десяти. В принципе, этой книги на больше рассчитывать не стоит. Два из десяти для неё это просто шедевр. Почему два? Потому что мне нравится оформление этой книги, и что хотя бы здесь присутствует текст. Всё остальное просто, ну, это пока. Итак, настало время подвести итоги моего марафона. Вообще, меня этот марафон немного расстроил, и итоги получились достаточно грустными. Но, надеюсь, в следующем марафоне это будет не так, и мне он понравится. По итогам марафона одна книга мне понравилась, одна книга и понравилась, и нет. И последняя книга, которая мне абсолютно не понравилась, никому бы её не рекомендовала. Книга, которая мне абсолютно не понравилась. Это Ширли Джексон и Призрак дома на холме. У неё оценка лично от меня стоит два из десяти. Всё-таки я считаю, что идея офигенная, реализация говно. Но книга, которая, в принципе, мне понравилась, но, собственно, можно было и лучше, это Кристина Генри «Потерянный мальчишка. Подлинная история капитана Крюка». Я поставила ей оценку пять или шесть из десяти. Тут уже на выбор, но я думаю, что больше к пятёрке склоняюсь, к такому прям средничку. Во-первых, история обалденная, и прочитать её действительно стоит, или прослушать как минимум тем людям, которые когда-то интересовались сказками. Всё испортила, на самом деле, только концовка и нераскрытые персонажи. И книга, которая мне понравилась, и я думаю, вы понимаете, какая это книга, это «Поступ хаоса» Патрика Несса. Я ей поставила оценку девять из десяти, мне кажется, заслуженная девятка, потому что всё-таки читать её сложновато, и то, что там есть грамматические ошибки, лично мне показалось, как и многим другим читателям, сложноватым, и именно поэтому мимус балл. Итак, это было всё на сегодня. Читайте самые вкусные и рекомендованные мне книги. Ролики сейчас будут входить намного-намного чаще. Сказала я, я ведь выпустила ролик через месяц. Найс.